По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый четвертый человек в течение жизни переносит то или иное психическое расстройство, самыми распространенными среди которых являются депрессивные и тревожные. Но настоящий бум обращения пациентов с характерными жалобами врачи до сих пор отмечают после перенесенной коронавирусной инфекции. Как давно у вас эти проблемы и есть ли листрибер? То есть с чем связано, да, ваши основные проблемы? Ну я, в общем-то, по характеру всегда была такая очень тревожная, ответственная, за все переживала. Ну как-то с этим справлялась по жизни, никогда не обращалась к врачам. Ну вот в апреле переболела ковидом, в больнице лежала, но для меня это было тоже потрясением. Ну вот после этого я стала замечать, что очень сложно стало справляться с текущими делами, особенно если предстоит какое-то мероприятие, было очень много тревоги, я очень много про это думала, разное просчитывала варианты, плохо спала. Ну и невозможно уже было как-то это выдерживать со мной. А ведь терпеть до последнего и считать обращение к психологу или к психиатру чем-то постыдным у наших людей как будто заложено на подсознательном уровне. Между тем, самым важным ресурсом в помощи пациентам с психическими расстройствами является время. В таких вопросах оно не терпит отлагательств. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, несмотря на то, что у нас хорошая законодательная, иная нормативная база, к сожалению у людей представление о психиатрии, о психическом здоровье архаичное. И даже те, кто нуждается в нашей помощи, они конечно до последнего терпят, обращаются уже в запущенных случаях, потому что они считают, что это вызовет стигматизацию, факт обращения за психиатрической помощью, это вызовет ограничения всевозможных в плане работы или управления автомобилем, что конечно очень сильно препятствует оказанию нашей помощи. За год в Брестской области за психиатрической помощью обращаются от 38 до 42 тысяч человек. Гражданам Беларуси она предоставляется бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях, а также в условиях отделения дневного пребывания. Здесь оказывается психотерапевтическая и психологическая поддержка, проводится медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, групповая релаксационная терапия и психологическая диагностика состояния пациентов. То, что всех обратившихся ставят на учет, это не более чем миф. Кроме того, существует анонимная форма обращения. В большинстве случаев при своепременном обращении расстройство поддается коррекции, и человек возвращается к обычному образу жизни. То есть возвращается в свою семью и возвращается на работу. Человек ставится на учет при наличии тяжелых, стойких и часто проявляющихся болезненных переживаний. То есть это частые госпитализации, психиатрический стационар. Это, опять же, тяжелые стойкие проявления психического расстройства. То есть это расстройства, которые требуют в основном лечения более шести месяцев. Если человек недоволен собой, если человек недоволен жизнью, тем, что происходит, если он плохо спит, у него нет настроения, если он понимает, что он не справляется с той работой, которая раньше приносила удовольствие, ему просто нужно обратиться к врачу-специалисту, к психиатру или психотерапевту. Если все-таки у него есть страхи и опасения, он может это сделать на анонимной основе. Получить консультацию по вопросам психического здоровья или помощь специалиста можно в поликлинике по месту жительства или в психоневрологическом диспансере. Также по номеру 170 работает служба экстренной психологической помощи, обратиться в которую можно круглосуточно и анонимно.